В водичке туда ведро, пусть она упитается в ямке. Потом ставите, выравниваете, закапываете, делаете луночку и еще раз поливаете. И все. Ирина Компанеец, работник зеленхоза, выдавая саженцы, консультирует по каждому растению. При необходимости помогает сделать правильный выбор, учитывая условия, где и как будет расти дерево или кустарник. Чем он хороший? Потому что это считается как живая изгородь. Она стрижется. И боковые, и верхние. Это обычная храневая система. Она быстро, хорошо проживается. Вы не надо поливать. За ним не надо такой уход сложный. Он очень простой в обиходе. Посадили, подстригли, сделали. Вот тебе вам живая изгородь. Подобные акции в Бердянске проводятся не первый год. Весной и осенью город получает десятки тысяч саженцев из питомников Запорожской области. И эти деревья выдаем всем желающим, организациям, жителям. Потому что посадить сейчас 6 тысяч за несколько дней, это, конечно, нереально. А мы выдали, и люди довольны, и мы довольны, и город будет зеленый. Для того, чтобы получить саженцы, достаточно объяснить, где будет расти дерево. Такой возможностью воспользовались более ста жителей Бердянска. Выбрали сирень, несколько кустиков верючины и парочку кленов. Будем сажать в своем дворе. Мы живем в квартире, то есть в общем дворе получается. Будем озеленять, делать немножко красивее наш город. Ирина, выдавая саженцы, может с уверенностью сказать, все они успешно приживутся. Потому что взять на себя ответственность по уходу за деревом может только хороший человек. Если каждый человек придет, возьмет деревцо, он узнает, посадит, и он ухаживает за ним. Значит, это что человек? Значит, он добрый. Он не агрессивный. Агрессию не принимает здесь. Дерево не любит агрессивных людей. Они же не будут расти вообще. Дмитрий Злачевский, Игорь Стрельцов, Бердянск, ТВ5.